Год 1806 декабря. Русские войска без боя берут Бендерскую крепость. Сработала хитрость генерала Мейндорфа. Как все было? Мейндорф отправляет послов к турецкому паше в Бендеры. Везут подарки. Русских ждут в гости. Тогда действовал русско-турецкий договор о взаимопомощи и поддержке. Русская армия могла заходить на территорию молдавского княжества и помогать местным. Поэтому Паша спокойно принял подарки Мейндорфа. У крепости в тот день выставили совместный караул. Они находились вместе, несли караул. Турки первоначально не пускали русских к цейхгаусам, то есть к складам боеприпасов и порохам. Однако впоследствии Мейндорф настоял на том, что провести ревизию. Это уже было окончательно ясно, что русские берут крепость. Под командованием Мейндорфа Бендерскую крепость русские войска взяли в третий раз. Впервые без боя и осады. А в самый первый раз крепость пала при графе Панине в 1770-м. Он командовал штурмом. Второй раз Бендерская крепость сдалась в 1789-м. Русскими войсками тогда руководил Потемкин. О славе русского оружия на открытом уроке истории говорил и президент Красносельский. Окончательно крепость Бендеры перешла под российское владычество в 1806 году. Тогда генерал Мейндорф взял крепость путем обмана. Ну, по всей видимости, подкупив сироксира крепости. Данные действия описал штабс-капитан Котляревский. Штабс-капитан Иван Котляревский служил в корпусе Мейндорфа, вел журнал боевых действий, описывал походы армии. Бендерская крепость занята без всякого кровопролития. Паша о занятии он и тогда узнал, когда российские войска мгновенно заняли вал, батареи, улицы и ворота. И везде, где нужно, учредили посты и караулы. Сделал командующий нужные распоряжения в городе Бендеры относительно полицейского порядка, внутренней безопасности и размещения полков по казармам в крепости и квартирам в Фордштадте. После взятия крепости в 1806 году пленных турок из крепости вывезли. В Бендерах остались жить крестьяне. Всего порядка тысячи человек. Сама крепость стала перевалочной базой в тылу у русских войск во время очередной войны с Османской империей. Отсюда подвозили оружие и продовольствие на фронт. В мае 1812 заключили Бухарестский мирный договор. По его условиям Бендеры и территория Бессарабии становились российскими.